Вот это улочка, на которой находится дом. Вроде бы вот один квартал туда вправо будет ЛК Минарил, но в общем достаточно тихо. Хотя вон многоэтажный дом прямо на гостинке. Ну, Светик, видно там где-то его? Вот там, вот где-то там. Ну, прямо за участком. Ну, это вот не совсем прямо вот тут. А здесь довольно тихо. Это вход. Мы зашли отсюда. Вот тапчики предлагают. Так, и тут же прямо у входа спаленка. Спаленка, кроватка стоит. Она небольшая, в метрах даже я не знаю, ну, 7, максимум 8. Такая спаленка, вот видите, окна на улице. Свет, в какой площади комнатка? Даногласно у нас матерая. Ну, это больше 10 квадратных метров. Это больше? Да ты что? Какой ужас. А места совсем не осмотрят, кровать встала и вообще места нет. Ну, да. Вот, с той стороны, если мы пойдем... Ну, если бы вот так вот так было, это бы 10 квадратных метров. Ну, Света у нас большой специалист по квадратным метрам. Мне казалось, что она такая маленькая. Просто большая кровь стоит. Вот от входа. Вот, вот мы идем. Тут как бы стеночка разделяет. Значит, слева у нас ванная. Так вот, старенькая все. И, значит, у них такое уж сильно апдейдит. Ну, может быть, туалет вот новый, а так, в общем, все довольно старое. Движемся дальше. Пол, пол тоже старый, он может быть подсекрованный. Если вы видите, на полу вот такие гвоздики деревянные. Так раньше делали. Вот это. Я люблю такой пол. Я просто к тому, что он тут все такое апдейдит. Не знаю. Здесь маленькая кроватка детская. Кажется, что просторно. Давайте это из самого угла вот так сниму. Так. Ну, естественно, как во всяком бедруме тут есть, значит, шкафчик. Так. Это элементы стейджа. Вот эти картинки, они из арсенала. Те, кто делает стейджи, так же, как вот эти кустики там и так далее. Вернувшись к обходу, мы видим, что направо пошла кухонька. А вот прямо там у нас комната. Вот, можете смотреть. Вот такая большая. Большая комната. Ведь, конечно, тут все покрашено уженым цветом. Вот так. Давайте я в ту сторону отойду. И выйдем на улицу, раз тут у нас распахнуто. Вот такой участочек. Это я узнаю руку Дэйва Кларка. Вот это вот посыпать вот этой присыпочкой, толченой корой. Это вот он любит. Травку посадить. Вот вы, может быть, видите швы на травке. Это вот ее только посадили. Такое специальное. Это он такие дешевенькие делает апдейты. А вот тут уже видно. Видите? Значит, стена такая. Забор, да? А вот за забором, вот то, что вы там видите, это сторидж. Это тихое очень учреждение. Там ничего не происходит. Там вы можете снять клетушку и хранить свои шмотки, там, если нужно. Мы когда-то вот именно в этом сторидже. Когда была рецессия, компьютерный интернет бум, когда обвалился, у нас было шесть классных комнат и много компьютеров. И мы сократились до двух. И вот тут держали наши компьютеры. Да. Как тесен мир. Да, да, да. Вот тут небольшой сторидж, вы видите. Барак лишь подержать. Так, это, наверное, гараж. Ну, очень симпатичный дом. Они вместо гаража сделали еще одну спальню. Поэтому больше скверфутов. И почему сделано это все легально? То есть по документам все? По документам все, да. Но нету гаража совсем. И сегодня так Сити не разрешает делать. Сегодня Сити, если ты конвертируешь гараж в спальню, то ты должен сделать все равно крытый парень. А что они именно достроили? У них всего две спальни. Они не достроили ничего. Они сделали еще одну спальню вместо гаража. А, окей. Вот, то есть получилось там три спальни. А в каких три, не две? Ну, за счет гаража она, она... Ну, понял, понял. Ну, просто когда ты зачитывала, получалось, что спален две. Там две спальни, потому что со шкафами, очевидно. В этой комнате нету встроенного шкафа. Окей, окей. То есть это получше, чем две спальни? Да. Более того, я скажу, что планировка дома такая, что в принципе там огромная family room, совершенно какая-то такая несуразная. И в принципе... Ну, кухня новая. Попадает место. Да, кухня новая. Конечно, ломать не ломать. Жалко. Но, во всяком случае, если бы нужно было сломать и сделать более адекватную планировку, то там легко получается еще одна спальня, без напряга вообще, сделать open floor plan, кухню и living room, и дайнинг. Слушай, как ты относишься вот к этому вот, я извиняюсь, линии электропередач вот этой, посмотри, она же идет прямо над участком. Это плохо очень. Это никакой радости, правда? Это плохо очень. Я думаю, что эти частоты... Я уже не говорю вот про то, что к дому тут идет, от столба. Это уже... Хотя тоже, кто же с деревом тут... Нет, от столба оно идет ко всем домам. Ну да. Кстати, там люди спрашивали, почему это самое, кладут, говорят, медные трубы такие, фенсы, а линии передач вот такие. Дело в том, что по новым стандартам нужно делать подземное электричество при строительстве, но никто не может заставить переделать старые линии, если ты не... Я понял, что они по воздуху идут, только в старых домах, а когда что-то строится, то... Да, когда новое строится... У нас выстроили в Лос-Алтах, нас заставили снизу сделать. Нас заставили делаться в земле это все, поэтому это уже остатки старого. Вот мы попадаем в то место, которое было перестроено из гаража. Ну давайте я отойду, вот может быть в уголок туда, в самый... Вот, тут карпит такой на полу. Такое ощущение, что новый совсем карпит. Пахнет, пахнет этим пластиком. Вот, но тут не только. Вот эта комнатка, а вот еще... Это обогреватель, так называемый хитр. Так, тут... Ну здесь такое, я бы сказал, бездарное помещение. То есть она полезная, но так она старенькая, грязненькая, в общем, не симпатичненькая. Вот, вот, собственно... Эта комната не имеет шкафа, поэтому она не может числиться спальня. Ну да. Пойдем глянем на вот эту вот кухню, потому что я кухню не видел. Следующий кот, дайди, пожалуйста, я кухню посмотрю. Окей. Так, тут начинается со столика. Это айкиевская простенькая, кухня такая. Кухня, в смысле айкиевской кабинетики, да? Так, давай... Вдом был, кстати, на нём. В ренте... А, то есть он как бы изношен жильцами. Окей, окей. Вот такой патриэнтор беседует. Это как в первых местах, которые начались? Да, это то есть. Есть много барбекю. Это барбекю. Видите, как работают эти люди? Они спрашивают, а у тебя есть агентство? Она говорит, нету еще. А вот тебе карточка. Вот так новых клиентов подбирает. Свет, ну ты считаешь, что уйдет дом дороже, чем миллион, который они просят? У него очень приятные флорпланы, там есть потенциал внутри дома. То есть там есть куда расстроиться? Да, да, там можно перегородки поставить, сделать еще какое-то место для жизни, если нужна еще одна комната, в принципе, это можно все организовать. То есть это совсем не такой, как бы, бедненький домик, там типа два бедрума несчастных, там побольше есть? Да.